Всем привет, с вами Станислав Орехов. Сегодня в этом видео расскажу о составляющих профессии стандарта дизайнера интерьера, на какие функции делятся и предоставлю вам уже необходимое описание для того, чтобы вы разбирались в функциях и в действиях, которые осуществляют те или иные специалисты. То, что сейчас мы видим, это 10 функций. Обмерщик, дизайнер, визуализатор, чертежник, декоратор. Это первые 5 функций, которые мы уже обсуждали в видео, в котором описывается стандарт профессии. Это те функции, которые выполняются сотрудниками для того, чтобы сделать сам дизайн. А также есть управляющие функции. Это ведущий дизайнер, менеджер, комплектатор, арт-директор и руководитель. Это функция, которая контролирует, как выполняют задания специалисты, либо функция, либо люди, которые выполняют данные функции дизайнера. А также они еще согласовывают и имеют возможность общаться с клиентом, имеют возможность управлять процессом, просчитывать финансовые риски, ну и так далее. То есть работать с договором и много-много остальное. И в этом видео хочу, чтобы вы посмотрели и поняли, как делятся между собой действия и функции. Также у нас есть еще по каждой функции знания и умения. Вот здесь они открываются и закрываются, но я их сейчас намеренно скрыл для того, чтобы начать со снов и перейти от общего к частному. То есть общее – это нужно именно понимание действий. Каким образом происходит работа на дизайн-проекте и как она сопровождается, и как эту работу можно последовательно увязать одно действие за другим в сценарии процесса. Именно это я и хочу, чтобы мы сейчас разобрали достаточно детально. Что хочется еще отметить, это очень и очень важно. Одна из самых главных ошибок или один из самых главных вопросов, он заключается в том, что люди просто путают дизайнеры, с которыми мы работаем. Они путают, что вот каждая эта функция, им кажется, что это отдельный человек. И как будто для того, чтобы выполнить проект, нужно вот 10 человек собрать вот эту команду. И этой командой такой здоровой делать одну какую-нибудь маленькую 40-метровую однокомнатную квартиру. Конечно, это может быть так, это можно так делать, но это абсолютно не обязательно. Хочу очень-очень большое внимание обратить ваше на то, что это не люди, это функция. И в целом все эти действия, все эти 10 функций так или иначе выполняет сам продвинутый дизайнер. Если вот вы один работаете, вы видите проект от начала до конца, плохо ли, хорошо ли, вы все равно делаете эти функции. Как только вы хотите отделить какую-то часть, допустим, чертежник. Хотите отделить, значит, вы должны чертежнику выдать вот эти действия. Он должен анализировать информацию, готовить чертежи, расчеты, делать количество материалов, оформление альбома, обсуждение внесения корректировок и делать итоговое оформление. Все, как только вы это ему выдали, вы с себя эту функцию сняли и так далее. То есть это нужно для того, чтобы делегировать часть работ. Это первый шаг к пониманию, как работают между собой разные должности, как работают между собой разные функции. И каким образом, если вы захотите взять себе помощника, в чем он вам будет помогать. Поэтому еще раз громко и явно заявляю, что сейчас самое главное понимание этой информации в том, что это не люди, это функция. Итак, поехали. У нас есть 10 функций, о которых мы уже говорили в предыдущих видео и в статьях. Но давайте еще раз посмотрим цель этого видео именно описать действия, которые происходят. И вы должны сами понимать, если вы уже опытный дизайнер. А это, в принципе, информация для опытных дизайнеров тоже будет очень полезна. Понимать, каким образом это отделяется от остальных действий. Первое – это обмерщик. Что он делает? Он проверяет, проводит обмеры, фиксирует обмеры на месте, зарисовывает их, готовит чертежи обмеров. Все это входит в функцию номер один – подготовка и проведение обмеров. Далее он обязательно делает фото или видеофиксацию, снимает фото и видео и оформляет все это дело, чтобы было удобно читаемо. Вот это все происходит в том формате, в котором согласована студия, либо в котором согласована вами, если вы нанимаете себе обмерщика для выполнения работы. Очень полезно, если у вас удаленный обмерщик, вы делаете дизайн в каком-нибудь другом городе, представьте, вы находитесь в другом городе, делаете дизайн в Москве, в Питере, в Екатеринбурге, неважно где, но удаленно и не едете сюда. Вы нанимаете себе обмерщика, делегируете ему вот эти функции, и он вам присылает готовые материалы так, чтобы они выглядят, как будто вы сами побывали на объекте. Это очень полезно. Далее дизайнер. Что делает дизайнер? Дизайнер разрабатывает эскизный проект. Это его основная обязанность. Он, действия, делает планировочное решение, делает детальный дизайн и делает согласование. Планировочное решение всем понятно. Детальный дизайн – это подбор принципиальной мебели, материалов, эскизный проект и геометрии, подбор цветов, то есть такая концепция. И давайте посмотрим уже детально, что происходит. Чтобы сделать планировку, что нам нужно? Он делает на основе технического задания, он делает функциональное зонирование, делает выбор наиболее подходящего функционального зонирования. Дальше он итогово оформляет все это дело для указания в техническом задании и в согласовании с клиентом. Дальше он делает вариант планировки. После планировки он делает концепцию дизайна объекта, наполнение концепции дизайна объекта элементами интерьера и чистовыми материалами. И дальше подготовка визуальной презентации. Визуальная презентация так или иначе должна быть подготовлена. Он может сделать либо задание на визуализации, передать на следующую функцию, на визуализатора. Либо сделать визуализацию сам. В этом случае он сам будет, по сути, визуализатором, который продемонстрирует свои умения и, по сути, заберет, может быть, зарплату даже визуализатора. И последнее здесь это согласование. Он, конечно же, обязан обсудить то, что получилось с ведущим дизайнером, увязать все, что у него получается с требованиями, нормами и с задачами дизайна, о которых знает больше ведущий дизайнер, и сделать итоговое оформление. Что делает визуализатор? Визуализатор берет то, что сделал дизайнер и делает по этой заданию визуализацию, разработку визуализации. Действия. Сначала он делает белую модель, потом он ставит ракурсы, потом он делает и наполняет белую модель текстурами и материалами, делает постобработку. И согласовывает, обсуждает, вносит корректировки и готовит итоговый альбом визуализации для согласования с клиентом. И так по каждой комнате. Чертежник. Что делает чертежник? Когда все согласовано, чертежник анализирует информацию, готовит чертежи, рассчитывает количество материалов, без запаса только фактически, которое указано, оформляет итоговый альбом ведомостей и чертежей. Дальше он согласовывает, обсуждает и вносит корректировки, если они есть от ведущего дизайнера или клиента, и итогово оформляет для сдачи этого альбома клиенту. Пятое – это декоратор. Это такая функция дополнительная. Не у всех в компаниях есть декоратор, но во многих компаниях или многие клиенты требуют, чтобы было оформлено вообще детализировано. В этом случае нужен уже декоратор. Он анализирует проект, разрабатывает концепции декора, делает, может быть, какие-то вещи своими руками. Он подготавливает визуальную презентацию, делает задания на закупку и производство. Если нужно сделать какие-то индивидуальные изделия по его эскизам, либо начертить что-то, либо нарисовать на стене, декоратор приглашается. Либо нужно закупить арт-объекты, картины, на блошиных рынках что-то закупить. Это вот все здесь происходит. Это делает декоратор уже более детализирован. То есть, по сути, он оформляет декором и более детализирует ту архитектуру, тот дизайн, который получился на предыдущих стадиях. Он обсуждает и вносит корректировки, и итогово оформляет. Также декоратор ведет работу на реализации, ведет так называемый авторский надзор за декоративными работами. Он идет параллельно с дизайнерскими работами, и дизайнер в данном случае работает вместе с декоратом, если это два человека. Если это один человек и две функции в себе совмещает, такие тоже есть, то он одновременно и отвечает на вопросы по дизайну, по кирпичам, по проводке, всему остальному. И одновременно разрабатывает, декорирует что-то, может быть, рисует, либо делает шеф-монтаж каких-то интересных покрытий. В общем, здесь он это все производит. Также частичного сопровождения закупки частично выполняет функцию комплектатора, именно касаемых на запонаполнении декором. Вот это основные пять функций, которые позволяют сделать проект. Но мало того, чтобы их сделать, нужно еще согласовать. То есть все те согласования, которые были на этих пяти функциях, они у нас указаны у согласования внутренние, не с клиентом. То есть эти ребята не согласовывают ничего с клиентом по-хорошему. Ну, за исключением, возможно, декоратора. Кто-то столкнется с такой ситуацией, что вот я декоратор, я пришел на объект, и мне нужно его украсить. И, конечно же, я общаюсь с клиентом. В этом случае тоже путать не стоит. То есть это не классический, можно сказать, способ, когда декоратор совмещает в себе функцию ведущего дизайнера. Поэтому если вы сейчас именно так и работаете, декоратором, то, скорее всего, вы совмещаете в себе еще и функцию согласования. То есть у вас совмещение в одном человеке и технической работы, и работы по согласованию ведущего дизайнера. Ну, давайте посмотрим, что делает непосредственно ведущий дизайнер, для чего он нужен. Ведущий дизайнер готовит техническое задание. Опа, и опять же, да, если вы декоратор, то вы по-любому общаетесь с клиентом, понимаете, что нужно, а это уже техническое задание. Также дизайнер, в данном случае он именно выполняет саму работу. Дизайнер, визуализатор, чертежник, они выполняют работу, но общаются с клиентом и готовят задания ведущий дизайнер. То есть, по сути, с него начинается работа. Хоть он и стоит вот пятым у нас, шестым даже номером. Он готовит техническое задание, для этого анкетирует заказчика, собирает информацию, анализирует ее и организует все это в альбом технического задания. То есть, у ведущего дизайнера в голове, в чем его суть, то, что он собирает всю информацию и консультирует других исполнителей, подрядчиков, смежников, если они здесь будут. Также он организует техническую и творческую работу. Он умеет сам делать все эти действия, ну, за исключением, может быть, декораторских каких-то, но он так или иначе может оценить все эти действия на соответствие с тем дизайном, который они обсудили с клиентом. И он организовывает работы по рабочему проекту, по планировочным решениям, по детальному дизайну, по визуализации, по составлению чертежей и ведомостей, по декорированию. И дальше он еще и консультирует исполнителей, если есть исполнители. В общем, он организовывает именно работы, это его основная тоже такая работа. Если ведущий дизайнер может ли все это сделать сам? Конечно, может, без проблем. Но тогда он будет выполнять функцию не ведущего дизайнера, а функцию декоратора, функцию дизайнера, функцию обмерщика и так далее. То есть в данном случае функция ведущего дизайнера – это именно понимание задачи, постановка ее делегирования дальше с помощником и работа по согласованию с клиентом. Также он согласовывает, естественно, результаты с клиентом. Он ведет авторский надзор за тем, как получается. Это тоже ключевая функция. Дизайнер у нас не ведет авторский надзор. То есть после того, как работа сдается клиенту, она сдается через ведущего дизайнера. Ведущий дизайнер понимает все это дело, связывает в единую сеть. Дальше уже ведущий дизайнер отвечает за авторский надзор и за ведение авторского надзора. На авторском надзоре он посещает объект, визуально контролирует работу, доработает детализацию, если она необходима доработкой. Здесь она была недостаточно сделана, он это может сделать. Он осуществляет фото-видео фиксацию и ведет журнал авторского надзора. Следующий это помощник дизайнер, это менеджер. Он управляет проектом. Он делает те действия, за которые ведущий дизайнер не очень любит заниматься. Дизайнер сопровождает работы по договорам, то есть у него есть договор, подписывает ее, встречается, ведет протоколы встреч, протоколы совещаний, ведет протоколы согласований, према, передача информации, акты, контроль сроков и ответы от клиента. То есть такую бюрократическую работу, которую должен кто-то делать, чтобы проект не ушел в минусы. На дизайнера не подали в суд и не отсудили у нее в три раза больше денег, чем заплатили. Дальше. Работа с исполнителями. Он помогает ведущему дизайнеру разделять задачи на проекты, вернее проекты на задачи, ставить задачи исполнителю, отвечать на вопросы, помогать в работе с межником, ввести график работ, проверить оформление, ну и другие дополнительные действия, которые облегчают работу с исполнителями, естественно. Дальше менеджер управляет и ведет работу с документами. Работа с документами у него подразумевает подготовку договора и других документов, это акты, согласование и все остальные. Контроль соблюдения договора обеими сторонами. Работа в системе ведения проектов. Проверка названий и сохранение результатов работы на сервер. То, что приходит от исполнителя, и он аккуратненько все сохраняет, чтобы ничего не потерялось. Также менеджер составляет отчеты по проекту для того, чтобы руководитель студии понимал, и дизайнер, и все участники другие понимали, насколько они молодцы или насколько они ушли в минус по проекту. Здесь он прогнозирует бюджет проекта, анализирует поступления и затраты, оценивает и контролирует эффективность команды и готовит итоговый финансовый отчет по проекту, который показывает как раз таки, кто достоин бонусов, кто не достоин, кто молодец, а кто не молодец. Менеджер – это помощник ведущего дизайнера. Вместе они являются командой, главные два специалиста, которые делают проект рентабельным и реализуемым. И эти два человека, работая вместе, страхуя друг друга, могут нанимать себе вот этих других специалистов для того, чтобы облегчить себе работу, если они считают, что это необходимо. Если облегчить работу им не хочется, то они вдвоем могут сделать проект. Менеджер общается с клиентом, согласовывает и управляет, а ведущий дизайнер делает свою работу и ведет ее от начала до конца. Поэтому не надо 10 человек, достаточно одного ведущего дизайнера плюс менеджера второго. И в минимальном таком вот случае, если мы работаем не в команде, а в одиночку, то вы все равно являетесь ведущим дизайнером и дополнительно берете на себя так или иначе функции менеджера управления проектом. Следующий – это комплектатор. Комплектатор занимается материально-техническим обеспечением проекта и работает уже на стадии реализации. То есть, когда клиент просит уже согласовать и найти конкретику какую-то, и купить уже объект и привести на стройку, этим занимается не дизайнер, этим занимается функция комплектатора. Ну и даже если этим занимается дизайнер, он занимается этим в роли функции комплектатора. И здесь описано как раз, что делает комплектатор, какие у него задачи, и каким образом у него договор работает, и где его зона ответственности. Также хочется здесь отметить, что комплектатор включает в себя в том числе и подготовительную работу. Это роль внутреннего комплектатора, который подразумевает, что заранее заключаются агентские договоры, заранее учатся и ищутся партнеры, учатся материалы и оборудование, с которыми мы работаем, которые мы закладываем в объект и делаем так, чтобы именно эти материалы были применимы к нашим объектам. Это очень полезная тоже функция, и она здесь тоже описана, хотя она не относится к отделу производства, она относится больше к отделу администрирования. Но сейчас в это вникать детально не нужно. Итак, что же он делает, комплектатор? Комплектатор заранее ищет поставщиков действия, ищет поставщиков, обсуждает условия сотрудничества, то есть агентские договоры. Он презентует поставщиков своим коллегам по студии для того, чтобы точно понимать, чтобы другие сотрудники знали, какие поставщики молодцы, какие не очень. Также он ведет базу данных поставщиков на всякий случай. Он ищет и каталогизирует продукты и материалы. Это собирает информацию о материалах на выставках, шоурумах, выбирает подходящую продукцию именно для студии, в зависимости от специализации студии. Также он презентует решения ведущему дизайнеру, клиенту и сотрудникам для того, чтобы они использовали эти интересные материалы, находки в соответствии со стоимостью на своих проектах. Он собирает образцы материалов и оборудование, мебель, для того, чтобы это все находилось в офисе, либо было как-то каталогизировано, в основном используемые вещи, чтобы ведущий дизайнер мог презентовать сразу же на техническом задании, на этапе инкетирования это клиенту и может быть что-то уже даже согласовать. Также он здесь делает карточки продуктов, это краткое описание всего того, что он нашел. Вот эти действия у нас именно комплектатор проектов делает. Дальше. Комплектация проекта при реализации дизайн-проекта. Когда дизайнер сдал проект, то есть возможность у компании, либо у этого же дизайнера заключить договор на сопровождение. Он заключает авторский надзор. По авторскому надзору дизайнер следит за соответствием того, что строят строители, в соответствии с самого проекта. И по авторскому надзору комплектатор ни в коем случае не закупает оборудование, это большая ошибка и ни в коем случае не управляет строителем. Это вторая большая ошибка. Чтобы закупать оборудование, материалы, делать маркетинговые исследования и всячески помогать клиенту закупить все то, что указано в ведомости, нужно заключить договор комплектации. По этому договору уже вы имеете возможность, имеете право, и у вас есть обязанности уже по соблюдению этого договора для того, чтобы помочь клиенту провести закупки наиболее безболезненно. И вот когда этот договор заключен, что же происходит? Комплектатор анализирует входящую информацию. Для него входящая информация – это сам дизайн-проект, и это дополнительные пожелания, это визуализация, это чертежи габаритные. То есть он собирает все, что сдал дизайнер для того, чтобы выходить на стройку. Дальше он вместе с клиентом проставляет приоритеты по закупкам, какие элементы нужно закупить, точно такие, как выбраны в дизайне, какие не устраивают, какие подешевле, какие подороже, какие более рискованные из-за моря завозить, а какие здесь нужно купить и сделать индивидуально. В общем, проставляет степень рисков и делает в итоге уточненный перечень закупаемого оборудования. Дальше из этого всего делает комплектатор спецификация и берет ведомости и прописывает уже где что купить и, по сути, проводит маркетинговые исследования, которые позволяют сравнить разные способы покупки и доставки, стоит ли, допустим, кухню сделать на заказ местными умельцами по чертежам, по эскизам дизайнера, либо стоит заказать где-нибудь в Италии или в Германии, и готовые привезут. Это два разных выбора, разные по стоимости, разные по рискам. В общем, это все обсуждает как раз дизайнер или комплектатор и клиент, и в итоге это все попадает в спецификации. Дальше комплектатор составляет план-график закупок для того, чтобы вовремя привезти те материалы и мебель, которые должны быть на объекте именно вовремя, для того, чтобы строители имели возможность купить, вернее, не купить, а использовать те материалы, которые им нужны в данный момент. Ну, как правило, начинают все с электрики, с сантехники, а, скорее всего, паркет и обои потребуются в конце. Вот этот план, порядок расставляют и работают с ним так, чтобы не было каких-то проблем в процессе. Дальше выезды в шоурумы для подбора, если это необходимо с клиентом прям, чтобы пощупать, посмотреть, либо собирают образцы для согласования на месте, на объекте. Второй способ собрать образцы, собрать выкрасы и привезти на объект для того, чтобы ведущий дизайнер на авторском надзоре согласовал, как сочетаются те или иные цвета. Он дальше согласовывает условия поставок и стоимости, когда выбран поставщик, и комплектатор имеет возможность согласовать и проработать договор для того, чтобы привезти все вовремя, привезти все, когда нужно, чтобы ценник был тоже адекватный за доставку, и это произошло все так, как удобно. Дальше он контролирует выполнение договора, особенно если это индивидуальное какое-то изделие, например, это та же самая кухня, там надо не только ее заказать по эскизу, но и проконтролировать, чтобы был рабочий проект нормально сделан, чтобы там чертежи были нормальные, чтобы это все сходилось и стыковалось с другими элементами, с другими разными элементами, которые присутствуют так или иначе в дизайне, и по цвету, и по фактуре, и по сочленениям, чтобы это все соединялось. Ну и также он контролирует, консультирует заказчика и ведущего дизайнера по выбранным позициям, и дает свои рекомендации. Дальше он принимает, участвует на приемке, в этом случае у него визуальный осмотр товара и выявление расхождения с артикулами. Когда коробки приходят на объект, то кто-то должен их проверить и посмотреть, все ли там пришло, что заказывали. Вот здесь это делает тоже комплектатор на приемке товара. Может ли комплектацию выполнять дизайнер? Конечно, да, но в этом случае он выполняет функцию комплектатора и должен делать ее профессионально. У него должны быть соответствующие умения, знания, навыки. Вот здесь они прописаны в каждой из частей. И указано в стандарте профессии. Для того, чтобы точно и качественно провести именно это мероприятие. Потому что обычно бывает так, что надеются на лучшее, а получается не всегда хорошо. Исполнители подводят, приходят не вовремя, приходят с браком, и с этим что-то нужно сделать. По-хорошему, по каждому этому действию должна быть инструкция, должна быть учебник, как делать правильно. И в том случае, когда дизайнер или ведущий дизайнер выполняет именно вот эти задачи, он называется комплектатором. Хотя, по сути, он может быть дизайнером. И у многих дизайнеров я точно знаю, что эти функции смешаны, еще и указаны в авторском надзоре. Вот рекомендую разделять и понимать, что, где, когда вы делаете, сколько за это получаете, какая у вас за это ответственность. Если что-то придет не то, будете ли вы плачевать деньги или не будете, ну и так далее. Должны отвечать за свои ошибки, либо не должны. Следующая функция – это функция арт-директора. Арт-директор у нас является как раз человеком, либо функцией, которая создает философию. То есть, что мы используем, что не используем на объекте, что мы считаем хорошим, что не считаем нехорошим. Мы используем натуральные материалы или искусственные, современные стили или классические. В общем, он задает философию. Создание системы ценностей, так она называется, и проверка итоговой продукции в системе ценностей. Это его основная работа. То есть, стандарт качества для выпускаемой продукции в организации. Он разрабатывает внутренние стандарты. То есть, он делает сам или с помощью помощников, создает шаблоны, как должна быть сделана работа по каждому этапу, создает инструкции и создает примеры, как это должно выглядеть. Таким образом, арт-директор отвечает за то, чтобы каждое из действий, будь то планировка, детальный дизайн, визуализация, ну и все остальное, имело начало и конец, и стыковалось с другое, и определялось определенным качеством. Арт-директор может сам писать эти инструкции, либо чаще всего он создает внутренние задания, внутренние проекты для помощников. Это все оплачивается из бюджета студии, и вместе создаются внутренние инструкции. У каждой студии внутренние инструкции могут быть свои, потому что процессы, происходящие внутри студии, разные, чаще всего, и стандарты качества у всех разные, поэтому каждый арт-директор в каждой студии должен создать свои шаблоны. Ну, либо использовать чужие, но тогда быть уверенным, что они именно вам подходят. Ну, либо если вы работаете по франшизе, то тогда проблем в этом нет, вы просто берете чужие стандарты и просите новых сотрудников соответствовать этим стандартам. Дальше. Он формирует команду на проект. Когда я говорю «формирует команду», это не всех подряд, а только менеджера и ведущего дизайнера. Это очень важно, потому что ведущий дизайнер с менеджером самостоятельно имеет возможность набрать вот этих вот ребят, которые вот от обмерщика до декоратора для того, чтобы сделать проект, если считают необходимым. То есть арт-директор назначает только базовую команду менеджера и ведущего дизайнера. И дальше надеяться, что они уже сделают проект и отчитаются ему о сделанной работе. Для этого он оценивает степень занятости специалистов, оценивает уровень квалификации. Если ведущий дизайнер – специалист по классике, допустим, а надо сделать прованс, то он не подойдет. Он возьмет именно, может быть, даже удаленного какого-то сотрудника либо пригласит специального отдельного человека, который специалист прованса. Это тоже возможно. Он назначает на проект и дальше оценивает и контролирует эффективность команды. Если надо, рекомендует поощрить. Если не надо, то не рекомендует. Также он осуществляет информационную поддержку. Он консультирует ведущего дизайнера по ведению проекта. Бывает так, что ведущий дизайнер, у него глаз замылился, а у арт-директора все-таки более высокая степень квалификации. И у него больше насмотренности. Ведущий дизайнер хоть хорошо работает с проектом и управляет, но у него не до конца художественная составляющая может быть развита именно для этого проекта. Либо просто глаз замылился. Такое бывает. Поэтому всегда рекомендую советоваться с товарищами. В этом случае, конечно, не то что рекомендации, а необходимые условия ведущего дизайнера. Перед тем, как он показывает клиенту свою работу, он ее обязательно показывает арт-директору. И вот арт-директор у него есть действия. Именно он информационную поддержку осуществляет и консультирует ведущему дизайнеру. Говорит, дружище, все классно, но вот давай здесь примем такое решение. И вместо стола сделаем барную стойку, допустим, и объединим это все с острым. Это будет все красиво. И ведущий дизайнер говорит, да, в этом есть доля правды. Давайте так и сделаем. Тем более в ТЗ так клиенты и хотели, но сомневались. Но вот сейчас я вижу, что это действительно очень полезно. И делает именно так. При этом очень важно, что арт-директор не может диктовать ведущему дизайнеру, что он обязан делать. То есть он только может посоветовать. Ведущий дизайнер сам принимает решение. Арт-директор может только снять ведущего дизайнера с работы, если ему что-то не нравится, и заменить его на другого. Ну и также арт-директор согласовывает итоговую полученную работу для финала, для показа клиенту. В этом случае он как раз осуществляет действия, проверку соответствия продукции системе ценностей и стандарту качества внутреннего. То есть насколько финал соответствует системе ценностей и шаблонам, инструкциям и примерам. Насколько оно похоже. Ну и завершающая десятая часть. Без этого тоже никуда. Так или иначе, неважно, вы работаете один или в команде, кто-то у вас занимается руководством. То есть кто-то формирует идеологию, то есть вообще как ведется развитие. Кто-то формирует стратегию развития, определение целей, структуры, философии, разработка бизнес-процессов, как будут между собой общаться сотрудники, какие они будут. Все, что я сейчас рассказывал и показывал, по сути это делает как раз таки руководитель, именно организует бизнес-среду, бизнес-систему по работе организации. Как разделять и соединять. Дальше он ставит определенные отметки и контролирует достижения этих отметок, целей. Берет эти достижения у директора, смотрит как команды справляются. Соответственно задача руководителя в том числе и подключаться. Здесь последняя функция. Он взаимодействует с другими отделами, с отделом продвижения и с отделом административным. Для того, чтобы все это работало, естественно руководитель студии отвечает за то, чтобы отдел продвижения постоянно привлекал новых клиентов. Тогда эта вся система будет работать, потому что будет подпитываться необходимыми соками и необходимыми витаминами клиентами. Итак, дальше он контролирует достижение поставленных целей, работает с административным отделом и отделом продвижения. Хотя это здесь не нужно, это вот следующее у нас идет. И он отвечает за создание услуг. Именно руководитель студии понимает, какие услуги оказывает студия, либо вы какие услуги оказываете. И пакует эти услуги в привлекательные для клиента. Составляет стоимость, разрабатывает финансовую модель. В общем, здесь это все очень важно. Управляет финансовым, утверждает политику ценообразования, делает финансовый анализ деятельности и подписывает договор, финансовые документы. За это отвечает руководитель. То есть подписывает реальный договор и принимает деньги. Также в административном отделе, вот здесь, с отделом административным, он отвечает за выплаты зарплаты, за приемы денег и за отношения с бухгалтером, с юристом. Также в управлении наймом сотрудников руководитель нанимает и увольняет, ну, фактически, да, то есть принимает решение о приеме и увольнении, конечно же, ну, либо арт-директор рекомендует он уволить ведущего дизайнера, либо менеджера, если там те не справляются. Вот, но само решение именно юридически принимает, конечно же, руководитель студии. Также руководитель студии формирует регламент работы, допустим, офис, либо все работают сдельно, либо все работают по проекту, либо все работают по часовой, у кого-то оплата, у кого-то, наоборот, сдельная, по проектной. Формирует политику, связанную с отпусками, переработками, правила офиса, ну и остальную рутинную такую работу, которая касается именно регламента. Как кто с кем связывается, во сколько начинает работать, во сколько заканчивает. Также формирование графика работы, подготовка стандартов взаимодействия, и как между собой увязываются сотрудники. И взаимодействие с отделом организации, об этом мы частично поговорили. То есть для того, чтобы существовала вот эта вот работа, нужно не только, чтобы был отдел производства. Все, что мы сейчас смотрели, это отдел производства, вот эта вот вся история. Здесь, как вы видели, нет именно административного отдела, то есть здесь нет бухгалтера, здесь нет юриста, здесь нет айтишника, ну и так далее. Здесь нет отдела продвижения, кто принимает клиентов, кто продает, составляет коммерческие предложения, потому что они находятся в отдельном другом модуле, в отдельном другом разделе. Но так или иначе взаимодействие происходит через руководителя. То есть если, допустим, у арт-директора возникал, или у ведущего дизайнера возник юридический вопрос, либо нужно согласовать где-то что-то с юристом, то они могут уточнить у руководителя, и руководитель соединит их с отделом юридическим, либо с юристом. То есть, по сути, руководитель должен отвечать за то, чтобы все документы необходимые по стандартным процессам, по стандартным проектам, по стандартным услугам уже были готовы. И все остальные ребята не придумывали бы ничего именно в процессного, а именно делали свою работу, которая заточена на то, чтобы выполнить сам дизайн проекта, довести его до конца. Ну, а также провести авторский надзор и комплектацию довести до реализации. Вот такая структура. Посмотрите, изучите ее более внимательно. Еще раз хочу отметить, что это не люди, это функция. И если вы работаете один, то вы выполняете все эти функции так или иначе. Если что-то не выполняете, то это шанс как раз-таки понять, где вы немножечко недорабатываете, и получить навык именно этой функции, который вам необходим. А также, если вы планируете что-то делегировать, а тем более профессионально это делегировать, то нужно брать человека, который обладает умениями и знаниями, необходимых для этой функции. Для каждой они у нас здесь открыты и более детально указаны в стандарте профессии. Вы можете их изучить и посмотреть. Вот такая история по стандарту профессии дизайнера интерьера. Сегодня мы рассмотрели именно действия, которые совершает каждая функция. И задача достаточно простая. Напишите, пожалуйста, комментарии под этим видео, понятно ли вам было это объяснение, с чем вы согласны, с чем вы не согласны, чтобы вы хотели прокомментировать, прокомментируйте, и дайте обратную связь именно по этой работе. Понравилось, не понравилось, ставьте лайки к этому видео, пишите комментарии, делитесь с друзьями. С вами был Станислав Орехов. Мы разрабатываем вместе с нашей студией, с командой разработчиков профессиональный стандарт профессии дизайнера интерьера, к которым будет указано абсолютно все элементы для эффективной работы студии дизайна интерьера Российской Федерации. Спасибо всем за прослушивание. До новых встреч. Увидимся. Продолжение следует...